Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг-М». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг-М». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл «АйтоСтронг-М». Ссылки и контакты в описании. На рубеже 2010 года автопроизводители выкатили бюджетные автомобили. За ними выстроилась очередь на покупку, а затем из этих автомобилей выстроилась очередь на улицах, на дорогах, во дворах. Мы уже делали обзор на бюджетный автомобиль Hyundai Solaris. Обязательно посмотрите в наш плейлист. Но сейчас настала очередь Volkswagen Polo Sedan. Поло в кузове седан – первая модель Volkswagen, которая была адаптирована для наших стран. С Polo-хэчбэком немецким 5-го поколения у этого автомобиля только одна общая деталь – капот. И то до рестайлинга. Всё остальное было адаптировано, что греха таить, удешевлено. Ну что, как это всё работало, работает и что ломается? Обо всём об этом сейчас узнаете. Полу-седан получился хорошим. В большинстве случаев он радует своих владельцев, однако безупречным его не назовёшь. Дело в том, что в первые годы выпуска этот автомобиль подвергался многим доработкам, то есть пережил несколько отзывных компаний. Изначально дилеры устраняли проблемы в работе в некорректной работе электроусилителя, а также АБС. Затем они взяли за крошащийся поролон сидений и также за незакрывающуюся крышку багажника. Позже на третий машин пришлось менять короткий провод к втягивающему реле, а также слабо приваренную буксировочную петлю. До рестайлинга кузов Volkswagen Polo-седан изготавливали на Калужском автозаводе исключительно из импортной стали. Разве что наружная панель крышки багажника была из российской стали. Кузов имеет оцинковку тоненькую в 5,7 микрон, но двустороннюю. Примерно в 2015 году кузов Polo начали изготавливать целиком из российской стали. Оцинковку также стали делать по местным технологиям. Вроде бы это всё соответствует стандартным Volkswagen. Лококрасочное покрытие довольно слабое, поэтому по итогам трассовой эксплуатации капот и части крыши под лобовым стеклом покрываются сколами разного калибра. К счастью, металл в сколах практически не ржавеет. Аналогичным образом пескоструйная обработка обнажает краску на порогах, на кромках колёсных арок, а также в местах стыка бампера и передних крылев. Куски краски могут даже отваливаться, но ржавчина там едва ли появится. Ещё краска может протираться или вспучиваться за рамкой номерного знака, если она металлическая, а не пластиковая. Рамка просто ляпает по крышке багажника и краска там протирается. В каталогах Skoda есть даже смягчающая наклейка, которая устанавливается с обратной стороны номерной рамки. Отметим, что рестайлинговые Polo могут удивить коррозии на опорах задних амортизаторов в колёсных арках, а также в местах сопряжения деталей моторного щита, лонжеронов и брызговиков. Фары Volkswagen Polo неплохие. Отлично светят, с годами отражатели линз не мутнеют, а светодиодные элементы на рестайлинговых машинах не подводят. Естественно, при большом пробеге трассовой эксплуатации с годами могут помутнеть пластиковые плафоны. Но это решается полировкой. Бывали случаи попадания влаги в фары, но это решалось по гарантии. Передняя рама, за которую крепятся фары и радиаторы, полуседан. В народе эту раму называют телевизором. Так вот, при наезде на бордюр либо на сугроб бампер может не получить повреждений, а вот телевизор треснет и радиаторы могут буквально вывалиться. Боковые зеркала Volkswagen Polo не оснащены сервоприводом для их складывания. Сложить их можно вручную, но после десятого складывания и раскладывания может выясниться, что они перестали фиксироваться. Это их фирменная болячка. Зеркала со сломанными фиксаторами обычно меняли по гарантии. Мы ещё не слышали самостоятельного способа ремонта фиксаторов. Обычно такие нефиксирующие зеркала люди садят на клей либо же на саморезы. Разумеется, о складывании можно только мечтать. И это мы говорим о дорестайле. А вот в рестайлинге в богатых комплектациях Volkswagen Polo оснащался сервоприводом складывания зеркал. Этот механизм управляется джойстиком, работает хорошо и долго. А вот управляющий джойстик может просто отломаться. Личинки дверных замков на передних дверях и на двери багажника слабоваты. Если автомобиль не оснащен бесключевым отпиранием дверей, то личинки ломались примерно через пару лет с начала эксплуатации. Личинка проворачивалась из-за поломки фиксатора в ее корпусе. А личинка замка багажника – она была только на дорестайлинговых автомобилях – заедала из-за нечасто использования попадания влаги и грязи. Стеклоподъемники Volkswagen Polo иногда живут своей жизнью. Если стекла не слушаются кнопок, то контакты клавиш не касаются платы, либо заклинил моторчик редуктора. Но таких случаев не много. Обычно бывают проблемы с функционированием автоматического режима стеклоподъемников. Вместе с этим может перестать работать джим стекол при их дистанционном закрывании. В этом случае поможет процедура калибровки. Это простая процедура, которая описана в инструкции к автомобилю. Также калибровка может понадобиться при отключении АКБ. Салон Polo сделан из жёсткого пластика. Выглядит сурово, но все элементы расположены предельно понятно. Ну, в общем, типичный Volkswagen. Замечено, что на дорестайлинговых машинах салон поскрипывает пластиковыми накладками на стойке крыши. В рестайлинге решили эту проблему, усилив поперечину крыши. То есть проблема была не в пластике, а в жёсткости конструкции верха. Ещё на полуседанах могут присутствовать звуки и щелчки в районе плафона освещения. Это бряцают провода либо разъём, которые идут к подогреву лобового стекла, если автомобиль оснащён этой функцией. Проблема решается двухсторонним скотчем или тканевой лентой, которую можно обмотать вокруг трясущихся элементов. На многих экземплярах может загудеть вентилятор печки. Это настолько частая проблема, что владельцы уже определились с качественным заменителем, который стоит 60 долларов. Отличная цена по сравнению с оригиналом, который стоит 400 долларов. Вентилятор печки находится в передней панели справа. Его можно заменить самостоятельно, сняв бардачок. Не так уж редко перестаёт работать подогрев сидений, потому что в нагревательном мате обрывается пучок нитей. Некоторые умельцы умеют решать эту проблему. Volkswagen Polo Sedan вышел на рынок без выбора двигателей. Покупателям предложили мотор 1,6-литровый атмосферный бензиновый мощностью 85 либо 105 лошадиных сил, номенклатурное обозначение CFNB или CFNA. Разница только в прошивке. История этого двигателя уходит корнями в 1990-е годы к двигателю с обозначением BTS. Этот старый мотор упростили, удешевили и притянули к более строгим экологическим нормам. В принципе, получилось неплохо, но есть много «но». Этот атмосферник наделал много шума в буквальном смысле этого слова. Дело в том, что владельцы Volkswagen Polo Sedan слышали посторонний стук по утрам после запуска двигателя. Этот стук пропадал по мере прогрева мотора, но с намотанными километрами он был постоянен. Это шумели поршни при перекладке верхней мёртвой точки. Говорят, что для снижения расходов на точность производства таблеточных поршней зазор между юбками поршней и зеркалом цилиндров сделали очень большим. Разумеется, стучащие поршни заметно натирали стенки цилиндров в верхней мёртвой точке. И под влиянием общественности всё-таки Volkswagen выпустил обновлённые поршни, который менял по гарантии. На самом деле ещё ни один мотор ЦФНА не заклинил и не задрал поверхность цилиндров. С посторонним звуком он сможет пройти более 500 тысяч километров. Разумеется, если владелец заинтересован в его долгой эксплуатации и нормально его обслуживает. Упомянем ещё несколько слабых мест. Чугунный выпускной коллектор мало того, что задушен, так ещё может треснуть. Затем помпа системы охлаждения ходит примерно 60 тысяч километров. Затем может потечь, а может издавать шум, а может и то, и другое. Зато цепь ГРМ на этом моторе ходит примерно 200 тысяч километров. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора. Рестайлинговый полуседан заполучили совершенно новый двигатель. Этот двигатель объёмом 1.6, но относится к совершенно другому семейству EA211. Он поприятнее, потише, поэластичнее, но имеет врождённую склонность к масложёру. На некоторых моторах обнаружилось, что замки поршневых колец совмещены. Ещё много нареканий было в адрес оригинального моторного масла. В этот двигатель надо лить масло вязкостью 5V40 с допуском Volkswagen 502.00 и 505.00 и менять его каждые 10 тысяч километров, а то и чаще. Помпа системы охлаждения этого двигателя приводится отдельным ремешком и поставляется в корпусе с распределителем с двумя термостатами. Вот такой вот громадный узел получился. Цена оригинального – 480 долларов. Цена хорошего заменителя – 150 долларов. Этот узел обычно давал течь антифриза к пробегу 80 тысяч километров. Но эта течь устранялась с заменой буквально двух резиновых уплотнений. Привод ГРМ оснащён зубчатым ремнём, который надо менять каждые 120 тысяч километров. На рестайлинговых полах появился 1,4-литровый турбомотор. Это тот же 1,6 МПИ, только лучше. Врождённого масложора за ним не замечено. Но модульная помпа у этого двигателя такая же, как у атмосферника. С турбиной и непосредственным впрыском у этого двигателя проблем нет. Вдобавок выпускной коллектор спроектирован лучше, цилиндры лучше вентилируются и равномерно прогреваются, чего нет у двигателя 1,6 МПИ. В общем, турбированный двигатель 1,4 TSI – это надёжный и хороший выбор. Невероятно, но факт. Полоседан оснащён беспроблемными механическими трансмиссиями. Нет претензий ни к 5-ступенчатой, более распространённой. Нет претензий и к 6-ступенчатой, которая была доступна с турбомоторами. С годами может пропасть чёткость при включении передач. Это происходит из-за износа пластикового промежуточного рычага. В отличие от корейских бюджетников, полоседан получил современный 6-ступенчатый автомат Asin TF60SN. Это практически неубиваемая трансмиссия. Если её капиталят, то при очень больших пробегах – примерно 400 000 км. Меняйте в ней АТФ каждые 80 000 км и не помешает установка внешнего радиатора охлаждения. Турбомотором предлагалась преселективная 7-ступенчатая трансмиссия – фирменная DSG DQ200. К моменту появления в 2015 году на седании Volkswagen Polo эта трансмиссия лишилась практически всех недостатков. Она способна радовать владельца сотни тысяч километров. Но при покупке Volkswagen Polo с этой трансмиссией надо продиагностировать её диагностическим сканером. То есть диагностика покажет толщину дисков сцепления и даже количество перегревов. Надо убедиться, что нет пинков при переключении передач. В эту трансмиссию заливается два типа масла. Один литр для работы мехатроника, два литра для смазки шестерён. Напомним, что сцепление у DQ200 сухое. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. И у нас хорошая новость. В «АвтоСтронге» сейчас вы можете приобрести не только отличные БУ запчасти, но и новые. Поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджер и заходите на сайт. Будем рады вам помочь. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Подвеска полуседана простая, надёжная и настроена должным образом. Расходниками считаются передние стойки стабилизатора. Оригинальные тяги стоят 80 долларов, но заменителей на любой бюджет предостаточно. Ходят в среднем 30 тысяч километров. Оба сайлентблока переднего рычага продаются отдельно. Обычно более нагруженный задний сайлентблок выхаживает около 100 тысяч километров. Стоит 20 долларов. Шаровая опора снимается для замены. Цена оригинальной – 80 долларов. Рулевые наконечники по 100 долларов, но вряд ли их придётся менять до пробега в 200 тысяч километров. Опорные подшипники передних стоек стоят по 25 долларов. Подушки по 50 долларов. Обычно сдаются подушки при 100 тысяч километрах. Не стучат. Их износ можно заметить по сильно приподнятым верхним упорам и колпачкам. У полуседанов САКПП внутренние шрусы трипоидного типа. Иногда они просились на замену при пробеге в 100 тысяч километров, так как являлись источниками вибраций на высокой скорости. Трипоиды продаются отдельно. Соответственно, оригинал стоит 600 долларов, заменители – в пять раз дешевле. Рулевая рейка на полуседан в первые годы выпуска начинала стучать уже при пробеге в 30 тысяч километров. Это происходило из-за износа направляющих втулок. Но на рестайлинговых машинах стук тоже появлялся. Вообще некоторые рейки меняли по гарантии. Но замена слабеньких оригинальных втулок на второпластовые – процедура недорогая. Задняя подвеска со скрученной балкой очень надежная и долговечная. Обратим внимание на задние барабаны. Дело в том, что в них очень легко попадает грязь и влага, тормозной механизм ржавеет, закисает, снижается тормозное усилие, появляется скрежет. Следует раз в один-два года смазывать и очищать барабанный механизм. Полуседан не сразу получился надежным. Несколько лет доработок этого седана немецкой марки превратили его в достойный автомобиль. Да, это не Фаэтон и не Passat B3, который у нас до сих пор уважают. Но машина недорогая в содержании и довольно-таки долговечная. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».